ну давай зайка давай давай нес и все будет нормально не бойся ты в россии здесь все можно нормальных автомобилях для этого существует автопарктроник да а вот в этих доисторических китайских автомобилях этим занимается человек вышел до кинул за паркой еще боимся поехали 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 да нормально не бойся ну мне кажется для этого дисковые тормоза слишком крутые для такой скорости вот ну вперед тебе не страшно ездить все бордюр страшно а еще ближе можешь во что играешь сейчас расскажу знаете какая автомобильная марка заставила нервничать теслу фальсваген шкоду эти производители просто орут остановить экспансию как вы бы думали кого byd нет я знаю что в россии мы будем ее называть будь или в ад или будь бит в общем не знаю как нибудь но в общем как-нибудь так более по-русски а почему они просят остановить экспансию byd или build your dream я вам сейчас расскажу чуть-чуть попозже с вами я татьяна елисеева мастер спорт международного класса автоспорту авто журналист но и любитель показать вам самые интересные новинки российского авторынка это не обязательно должны быть именно новые автомобили почему именно этот автомобиль теперь стал угрозой так любимым праворульным электрическим ниссаном лифом оставайтесь нами а главное пишите комментарии ставьте колокольчики каждую пятницу в 7 часов вечера новый обзорчик для вас так как у нас электромобиль то я должна начать рассказывать про батареи про пожизненную гарантию там я не знаю что не про запас хода как зимой что там запотевает сколько в нем гаджетов ну и так далее но слушайте я как и вы в общем то в детстве не наигралась в радиоуправляемые машинки и здесь самое главное самое интересное этот вот этот самый брелочек у которого есть дистанционное управление автомобильчиком ну не назовешь его электроавтомобилем да и очень жалко потому что у новых версий этого автомобиля вот это уже будет в телефоне а так смотрите как мило я похоже всю съемку сегодня буду играть туда сюда обратите все-таки пойду в магазин и возьму автомобильчик вместо тележечки так почему все-таки тесла и фольксваген орут остановить эту экспансию сейчас расскажу смотрите и войди в 2021 году всего лишь два года назад выпустила 600 тысяч автомобильчиков а уже в 2022 году я еще раз повторяю в прошлом году продала 1 миллион 900 тысяч этих автомобилей та самая модель byd юань о которой я сегодня вам рассказываю и была входной моделью представляете она была настолько удачной что вначале у нее был бензиновый двигатель потом выкинули бензиновый двигатель поставили батарейки те самые вечные батарейки которыми они хвастаются и заявленный паспортный запас хода 400 километров те кто занимается электромобилями знают что реальный запас хода и заявленный всегда отличается летом он будет составлять около 300 зимой наверное около 250 ну для города это изумительная дистанция так вот у нас та самая первая модель которая фактически так полюбил всему рынку более того они уже сделали вторую модель много различных моделей и с ними вышли в европу и да их так все любят но мы с вами вернемся именно к этому варианту а говорят в последних вариантах есть blackjack и шлюхи джеком и шлюхами но это не точно ну тут вы точно должны спросить таня какого хена мы смотрим на машину первого поколения вот именно конкретно этот автомобиль у нас 2018 года более того его уже не пускают ты же сама сказала что уже есть машины второго поколения ну и так далее рассказываю эти машины продаются просто навес машины второго поколения тоже стоит очень дешево вот подумайте новая машина второго поколения уже здесь например в беларуси будет стоить 2 миллиона 300 тысяч рублей да я вот прям люблю вам повторять 2 миллиона 300 тысяч рублей стоит новый юань ну я имею ввиду машина юань а сколько стоит это я вам скажу чуть попозже но я же хочу чтобы подольше посмотрели видео но очень вы понимаете их было так много что теперь их продают ну не то что по бросовым реально на вес то есть у каждого даже завалящегося дилера их там стоит пара сотен штук и все они теперь пишут и говорят купите возьмите да мы вам их отдаем и первыми кто понял эту фишку как ни странно белорусы они покупают их китая за очень очень дешево продают здесь белоруссии за очень очень недорого и люди которые раньше ездили на фальсвагена пола на киурео приходят и с удовольствием берут кроссоверы ведь мы так любим кроссоверы что теперь та же самая мода пришла в фигмент электромобилей вот мы так любим разговаривать про электромобили и думаем что иконы электромобилей кроме теслы для нас теперь является кто фальсваген не 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 вот только не надо ничего говорить про фальсваген вот мы сейчас здесь белоруссии только что стояли рядом с магазином приехала девушка на фальсвагене и знаете что машина превратилась кирпич пришлось вызывать эвакуатор а к тому же это является очень частой проблемой да они все знают до машины иногда превращаются кирпич вот мультимедиа просто замирает как телефон надо как-то перезагружать но только тыкой не тыкой ничего не происходит понимаете селектор не можешь переключить ничего не вперед не назад не завести не выключить все можете себе представить каждый раз нужно машину грузить на эвакуатор возить сервис и кому это все надо да к тому же еще далеко не каждый разъем и переходник работает с фальсваген овской зарядкой для того чтобы заряжался нормально фальсвагене всегда должно быть установлено самое обновленное самое новейшее п.о. да слушайте да заколебешься ты с ним с таким умным ну что вернемся к нашим копейкам нет к рублям нет к юаням ну а чего у автобаза была копейка у билайди есть юань вот выпусти эту машину сейчас на дорогу да все же скажут вау прикольная смотрите какой дизайн да и вправду красивейшие линии двухцветный дизайн не поленились делать вставочку треугольную все сходится очень аккуратненько потрясающая волнистая линия я к чему все веду я веду на самом деле вот к интересному решению запаску вынесли назад и здесь же находится между прочим камера заднего вида подойдите сейчас наверно думаете как вся эта конструкция будет подниматься наверх не думайте китайцы не любят думать китайцы любят кнопочки и открывашечки все просто загружай ну ведь удобно же что-то мы долго ходим вокруг него давайте уже посмотрим внутри вот смотрите известная проблема всех китайских автомобилей которые продаются сейчас на российском рынке официально продаются эта эргономика сложно усесться комфортно а здесь смотрите до дофига места ну эргономику мы с вами похвалили но здесь есть за что машину поругать идите сюда вам покажу вот скажите мне зачем в электрическом автомобиле сделано 3 оборота руля 3 да и честно говоря тоже больше похож на рулят газель большой жесткий и скользкий ну а дальше смотрите воздуховоды но это конечно чисто такая китайская тема чтобы все блестело светилась но только светодиодиков не хватает мультимедиа так то вообще похоже была разработана во времена мао цзэдуна хотя bluetooth работает навигатор работает радио работает что там приставать к нему блок климат-контроля здесь прикопаться не к чему на улице жара страшнючая внутри прям холодно хорошо охлаждает знаете есть за что точно похвалить прям притягивает взгляд посмотреть какая огромная полноценная панорамная крыша да что там панорамная крыша посмотрите на сидение вот что нужно похвалить хорошая полноценная длинная подушка боковые упоры они жесткие держат сидеть приятными можно на дальняк ехать смело вот такой дальняк километров на 300 максимум я бы на вашем месте спросила таня чё за ковры что за волга слушайте на это подержанный автомобиль ну ездил на нем какой-то добротный китаец постелил вот такие настоящие китайские ковры по наследству достались а чё нет ну что а теперь перейдем к цене а нет вот люди которые монтируют ролики все время говорят тани держи интригу тани держи градус так что мы сначала покатаемся а потом расскажу как мало денег стоит этот чудо автомобиль но прежде чем мы поедем давайте конечно посмотрим на нашего любимого специального тарировочного мальчика ну расскажи нам тарировочный мальчик как здравствуйте смотрите очень хочется поделиться одним наблюдением это великолепный задний диван сиденья заднего ряда очень мягкие фантастически комфортные но мы же привыкли что в бюджетнике всегда сидишь как на табуреточки а здесь прям классно и даже вот этот кожзан который так любят китайские производители он очень достойного качества очень приятный а еще самое удивительное что мы специально не сдвигали передние кресла вперед чтобы показать для красоты картинки вот здесь я реально сижу сам за собой и у меня много места не есть куда убрать стопы у меня достаточно пространство перед коленями да конечно по ширине здесь три таких мальчика не усядутся но два вполне для такой малышки я удивлен то немного и что реально раздражает это когда водитель выходит из машины с ключом машина с таким характерным китайским акцентом а мистера ванах он дари до долларса полис говорит что ей нужно вернуть ключ каждый раз громко нудно и с китайским акцентом подвешивает твой китайский акцент она не понимает как там нужно сказать нихао нихао тихо и шульку и кухи ты че мы тоже не понимаем может быть потому что здесь нет голосового управления но это не точно поехали разбираться сейчас мы здесь на месте быстро развернемся чтобы показать вам ускорение но знаете развернуться оказалось задачей такой вообще что выбора то не хватает вроде машинка маленькая должен быть маленький радиус разворота нет приходится руль крутить в обратную сторону туда-сюда ну погнали в общем как много движений машина приподнялась опустилась пробуксовала еще что-то сделал счет такой чё творишь так парковка мне не нужно это драйв это понятно дело мы включили режим спорт мы же можем в режиме бабушки режим бабушка здесь называется эко до режим бабушка есть называется и сегодня наш специальный перерывочный мальчик не только тестирует объемы но и использует свою пятую точку в качестве перерывочного инструмента подвески ну машин с пробегом 40 тысяч километров вообще для москвы это типа пробег за год а здесь за 5 чувствуется что подуставшая подвеска и рулится как-то не точно и подгромыхивает столь как-то и жестковато и одновременно мягковато для города сойдет стопудово но для дороги даже для федеральной или любой региональной наверное нет на скорости не очень хорошо я вам остановлюсь сейчас и покажу еще раз в режиме спорт когда нажимаешь на газ чувствуете эту самую пробуксовку и машина разгоняется а потом все кончается запал где-то в районе 50 километров в час машина выходит на очень спокойную критерскую скорость до 70 лошадиных сил вроде бы совсем немного спасибо моменту аж 180 ньютонов но так все-таки на городская машина согласны а если мы выберем режим эко то запал и подхват кончается где-то в районе наверно 30 а сейчас даже мы это и проверим кнопочка эко пробуксовали чуть я скорости не вижу стоян давайте еще раз очень маленькие цифрки не видно мы с вами привыкли что у нас прямо перед глазами скорость которую не надо превышать и поехали где где да знаете вот в районе 30 все и заканчивается ну и раз уж мы заговорили про приборную панель то давайте понимать машину переделали из бензиновой поэтому слепили из того что было слева у нас такой экономайзер который показывает что мы там рекуперируем или же тратим киловатты и сколько киловатт а справа спидометр такой мелкий такой не читаем вообще не читаем ой и куда это я надо сказать и переключалка тоже как себе знаете сделано с лесенкой в пластике который нужно ручкой огибать непривычно движение такими мелочам обычно все пользователи привыкают на это я бы не стала обращать внимание вообще машина знаете она не для удовольствия не для того чтобы похвастаться она для человека для которого не нужно ездить там по плохим дорогам у которого нету запросов на далекие путешествия силу ужасного там требования комфорту управляемости точности обычные мне кажется большинство из нас вот именно на таких машинах и ездит ежедневно что-то я скатилась в негатив а на самом деле то сиденье удобные дизайн классные машина рулится все едет бензина не жрет удобно сзади удобно место есть в общем хватит ныть сейчас припаркуюсь и наконец-то расскажу о цене бензин то она не жрет а сколько жрет электричество не скажу по паспорту написано 13 киловатт на 100 километров проверить не могу вещь субъективная кто как жмет чтобы перла а где наш оператор зафима что ли пошел в такую дорогу молодец здоровяка осталось всего пять так держать мой маленький пьянчуга все как всегда вот даже производитель по напишет меня есть такая бумажка с подсказкой то здесь написано вот смотрите ну я вам говорил 70 это 70 киловатт на самом деле 95 лошадиных сил а дальше максимальная скорость здесь написано 101 здесь мне написано 120 крутящий момент здесь написано 180 ньютонов здесь написано до 310 в общем неважно маленький внедорожник полный привод 53 киловатт час емкость аккумулятора запас хода 410 стоит пятилетний 1 и 7 миллионов рублей и опять вот когда фактически приходишь в салон и начинаешь спрашивать а за сколько отдадите мне говорят договоримся а что значит договоримся а это означает что там где миллион семьсот то речь уже идет я миллион пятьсот а потом начинается а вот посмотрите цвета то видите отличаются перекрашена а счет посмотрите я вот здесь нашла трещину да как говорится вот у фонаря трещина когда торгуешься конкретно у конкретной машины всегда можно получить определенную выгоду ну в общем такой автомобиль точно можно стороговать до миллиона двухсот миллиона трехсот российских рублей но самое главное что у него абсолютно живая батарея ну а если вы будете все равно мне говорить что нет я возьму бы ушку какую-нибудь трехлетнюю у меня для вас есть клёвый аргумент на сервис здесь нужно ездить практически никогда ну чё там раз два года поменять охлаждающую жидкость и каждый 50 тысяч смазать редуктор ну а штормозные колодки сами поменяете салонный фильтр сами знаете когда руки-то растут откуда надо надеюсь ну и чтобы каждому из вас не писать в комментариях сразу отвечаю где такое чудо можно найти а также любые другие электроавтомобили evi.viki кстати они говорят что у них цены на 10 процентов всегда ниже рынка причем белорусского рынка салонный фильтр и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok